Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания также всех поздравляю с праздником Победы! У нас он празднуется 8 мая и это сегодня и в планах у меня на сегодня сделать праздничный салат с куриными сердечками поэтому я приступаю к приготовлению своего диетического соуса, который очень похож на майонез ну и покажу какой сегодня у меня будет обед и ну в общем все как всегда еще одно видео из один день из моей жизни сегодня я первый раз буду использовать вот такую вот горчицу с зернышками до этого использовала самую обычную ну привычную нам и в этот раз у меня нет такой горчицы и решила сделать с зернышками посмотрим что же у меня получится ну буду заваривать свой соус и подготавливать сердечки ну вот и готов мой соус получилось классно даже оригинально что вот эти зернышки присутствуют вкусный вкусный вообще супер просто так что вполне возможно делать использовать горчицу вот такую вот с зернышками у нас 10 утра у нас 10 утра и уже 28 градусов тепла мы абсолютно по летнему одеты Миленке одела он боди с длинным рукавчиком чтобы ручки не обгорели сколько солнышка ну знаете видите вот такая вот тучки и солнце вообще это самая опасная вот такая вот погода когда можно обгореть даже и не заметить у нас кустарнички цветут по нашей да флёр Миленочка увидела флёр говорит а то нет а то дома спит идём мы на почту нужно отправить письма доченька осторожненько посмотрим прогуляемся но недолго поскольку достаточно уже жарко пошли 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 солнышко давай давай ой не могу Миленке кудряшки вот эти такие смешные пытаюсь заплетать ей косичку сверху поскольку если не заплету то видите что получается их потом так трудно расчесывать волосики тоненькие и вьющиеся так что у нас не 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 трогай это в общем идём мы в центр ну я как всегда вчера отлучилась получила приглашение на вернее как не приглашение ну а вот это вот пара аптека про которую я рассказывала пойдём Милен пойдём они присылают еженедельно какие у них там акции ну это для тех людей которые там постоянные у них покупатели и так далее скидочки в общем какие-то коды и я же зашла посмотреть ну всё бы было неплохо если бы я просто зашла посмотреть а также я опять Милен Милен стой навыбирала целую кучу и заказала себе чего только я не заказала в общем жду я посылку посмотрим что мне придёт да давай всё отправили мы письмо возвращаемся домой теперь дойти до дома потому что у нас только но такая жара просто невообразимая в общем при наличии такой жары нужно как минимум килограмм пять сбросить иначе невозможно просто тяжело даже ходить не знаю конечно у кого какой свой вес комфортный для него но при 65 килограммах вот мне тяжело честно скажу то ли уже возраст даёт о себе знать то ли ну не знаю я то ли здоровье нужно худеть короче говоря ещё наши красивые кустарнички расцвели тоже не знаю названий к своему стыду очень красивые здесь кустарники растения различные но я такой садовод что ничего не могу сказать как они называются это наша розочка сидим отдыхаем сейчас я её вот так лучше покажу начинает уже на беседочке уже половину беседочки всё в цвету очень красиво в общем сжарились мы с дочкой и сидим отдыхаем здесь же речка вон рядышком и как бы не так жарко от водички прохлада идёт там Еленка немножечко в парке поиграет ну как это не парк костерик маленький птички поют головастики уже выросли в лягушек и квак но не слышно вечером вчера гуляли они так квакали вот мой сегодняшний обед это три тевтельки из мяса говядины 5% жирности и риса как вы видите я не добавляю сложные углеводы поскольку они присутствуют в тевтелях вес тевтели ровно 120 грамм затем большая порция салата у меня здесь большой помидор две редиски зелёные листья салата затем у меня 20 грамм салатного сыра и 10 грамм заправки для салата которая в 10 граммах содержится всего лишь 17 килокалорий вот такая полностью сбалансированная порция хлеба я не беру сыр какой видите есть уже в салате тоже я его брать не буду и на десерт у меня будет йогурт с фруктами 0% жирности и 0% сахара вот такой вот йогурт поскольку показываю поскольку предвижу что обязательно спросят вот видите 0% сахара 0% жира но здесь добавлен чернослив что очень хорошо для пищеварения фрукты я брать не буду как десерт поскольку они уже добавлены в сам йогурт и как напиток у меня будет вот такой нулевой сиропчик из цитрусовых и купила вот такую воду сейчас пью она с магнием с кальцием и как бы рекомендована для худеющих даже написано на бутылку по просьбе своей подписчицы показываю конструкцию которая за моей спиной это как вы видите бар и ну прошу прощения что здесь ну как сейчас все тут в таком беспорядке поскольку все видите эти пустые уже для дисков у меня готовимся как вы все знаете к переезду все вот здесь вот и убрано ну в общем не так как все должно быть на этом баре но поскольку я очень люблю эту подписчицу она всегда мне пишет добрые слова всегда поддержит как бы отказать я не могла и поэтому показываю ближе вот это сооружение это стеклянный бар и он трехуровневый вот это верхняя у меня сейчас и чашки здесь и цветы сами понимаете все как на чемоданах когда сидишь уже не до красоты вот здесь вот стаканчики у меня стоят и внизу у нас напитки тоже напитки видите они пылью припали поскольку ну как бы все вот эти вот ликеры все вот эти вот вермуты их в основном пьют когда большие компании мы последнее время компании не собираем поскольку ну времени на это нету вот так вот я не знаю видно хорошо нет уже красиво покажу как это будет стоять в новом доме вот еще под этим углом покажу вот так вот это выглядит конечно и сауна здесь не должна стоять но раз уж решила показать покажу с разных уголков очень практичный этот бар я им очень довольна у нас еще два барных стульчика к нему есть и когда гости вот приходят все вот эти закусочки где цветы стоят там вот закусочки мы выставляем и на второй полочке стаканчики и ну напитки и очень-очень удобно сервировать меня спрашивали какие витамины я принимаю и принимаю ли вообще вот этот вот магний витамин В6 я принимаю постоянно изо дня в день я вот покупаю вот такую вот мега порцию на 45 дней короче упаковка но этот витамин и минерал мне прописан принимать пожизненно как кальций но кальций мы эволюмируем в зависимости от анализа принимаю я его не постоянно а магний мне нужно принимать постоянно поскольку из-за отсутствия щитовидки я часто чувствую усталость и у меня как они крампы судороги и если я не принимаю то это все очень плачевно выглядит короче говоря уставшая еще и с судорогами в общем картина нелицеприятная ну и также я всегда стараюсь в Украине купить вот такие вот мультивитамины Ундевит они стоят очень дешево и по составу ничем не уступают европейским витаминам вот которые там например я сыну покупаю или мужу они им не нравится вкус вот этого Ундевита поскольку они как бы пахнут витаминками и ну не любят они а я себе покупаю вот такие витамины с удовольствием их принимаю здесь он комплекс из 11 витаминов принимаю тоже не постоянно пропиваю вот баночку в баночке 50 дрожжей и 2 дрожжей в день я пью и потом месяца 3 не принимаю так что вот такие вот витаминки присутствуют в моем рационе и несколько слов для тех кто меня спрашивал есть ли какие-то хитрости какие-то приемчики в моей диете как мне удается потому что вы видите что я иногда готовлю что-то с беконом с грудинкой ну в общем немного жирненькая и как мне удается это есть или не есть и что я значит делаю ну в общем я не буду лукавить я не буду никого обманывать я скажу честно конечно же я ем это все естественно это маленькая порция и у меня есть вот такая волшебная баночка на сегодняшний день она у меня уже почти заканчивается там несколько осталось капсулок и я уже заказала себе следующую в общем что это за вещь конечно рекомендуется ее принимать там ежедневно или там я не знаю как в общем здесь инструкция все написано но как я хитрю с вот этой вещицей я ее не принимаю ежедневно но как мне посоветовала моя диетолог если вдруг там в гостях или в ресторане или даже просто дома ну очень хочется чего-то съесть жирненького то перед приемом жирной пищи нужно принять две вот таких вот капсулы любой сейчас миллион фирм которые выпускают вот эти капсулы естественно они ну старайтесь если будете выбирать старайтесь выбрать чтобы состав был как можно более натуральный они на травках но и как бы заявлено производителями вот этих вот лабораторий что перед принятием жирной пищи если вы примите вот эти две капсулки то как бы жир у вас в организме не останется а благополучно выведется так что вот эта вот штучка скажу честно работает ну и если я тоже как бы ну не то что переедаю а у меня поздний ужин такое часто тоже случается тоже не хочу обманывать и говорить что вот я такая я всегда всегда никогда вернее никогда никогда я не ем после шести ем я после шести стараюсь этого не делать но если такое происходит я пью вот такой вот тизан это вербена с цветами апельсина во первых это помогает пищеварению во вторых это противостоит как препятствует усвоению жирной пищи и нету никакой тяжести в желудке после позднего ужина так что очень полезно вот это вот если у вас есть возможность смело покупайте вот такие вот травяные пакетики такой вот травяной чай и если поздно поужинали то это тоже прекрасный помощник для вашего организма еще один секретик еще одно мое тайное оружие это свежий корень имбиря я скажу честно я на него подсела будучи беременной поскольку когда у меня начался токсикоз и мне выписывали там различные препараты чтобы убрать тошноту и мне моя врач гинеколог посоветовала почему вы не попробуете жанжамбар это имбирь я купила я попробовала я его стала есть засахаренный в начале поскольку я не знала что у меня диабет но потом вынуждена была отказаться от этого лакомства я обожаю засахаренный инжир это очень вкусно затем я покупала такой инжир как для суши продается маринованный но лучше всего в борьбе с лишним весом или с тяжестью в животе если вы там что-то съели на праздник больше чем обычно помогает чай из имбиря и делать его очень просто вы нарезаете тоненько долечки имбиря заливаете кипятком и через 5-10 минут чайок готов приняв вот этот чай без сахара лишь даже можете с зеленым чаем его тоже заварить лишний вес короче он у вас не останется и если вы еще сделаете какую-то прогулочку или какие-то упражнения то вот вместе с вот этим имбирным чаем это просто замечательная вещь замечательная помощь при похудении но имейте ввиду что если у вас аллергия какая-то то лучше с врачом посоветоваться и также он не рекомендован при гастрите и сердечных заболеваниях хочу поделиться своими приятными приобретениями была я в Lidl и купила смотрите вот какую прелесть у нас дело в том что в Lidl была неделя посвященная барбекю и продавалось все что можно жарить на гриле на планче в общем самые такие вкусные вещи и как на аперитив как во Франции принято перед основным блюдом здесь принято есть аперитив и я вот купила вот такие анчоус они невероятно вкусные маринованные по провансальски с оливками с помидорами с паприкой с прованскими травами и все это в оливковом масле я очень люблю и знаете очень классно вот это вот девчонки у кого есть возможность кто там во Франции или там не знаю в Испании в Италии ну в общем Lidl у кого есть и вдруг у вас тоже будут такие недельки вот эта вот рыбка она супер вкусно подойдет для пиццы или же для пирога с рыбой очень вкусно я рекомендую и также купила вот такую красоту поскольку как вот здесь очень много оливкового масла и они достаточно калорийные вот я для себя взяла вот такой вот салатик это такие вот видите осьминожки маленькие симпатюшки я их очень люблю кормешоны соленые огурчики красный перец и лучок да и лучок и помидорчики а нет это не помидорчики это паприка и тоже прованские травы так что добавлю сюда еще наверное я креветок из баночки чтобы как-то разнообразить потому что думаю что он немножко будет островатый так что вот такие вот у меня полезные покупочки были ну я была бы не я если бы я пропустила испанскую неделю конечно я пришла под конец это была уже суббота и не было такого большого выбора в общем то что я хотела купить этого мне не досталось но тем не менее был вот этот вот хамон сирана жамбон как по французски называется это сыровяленая ветчина тончайшие просто нарезки и она не сильно калорийная дело в том что в 100 граммах этой ветчины содержится всего лишь 250 килокалорий 100 грамм поверьте это даже больше чем половину здесь вот 240 грамм этой пачки вы никогда не съедите так что если один два ломтика они просто супер на завтрак как протеиновый завтрак что самое главное что они еще не сильно соленые потому что вот этот жамбон который я покупаю обычный французский он более соленый и как бы соль вы знаете задерживает воду в организме и поэтому даже при протеиновой диете не очень полезно так что взяла вот такой диетический продукт ну и покажу вино которое мне нравится меня спрашивают какое вино мое самое любимое ну я люблю бургундское красное я люблю некоторые сорта бордо и люблю практически все сорта винограда которые сделаны вино из сорта винограда шардоне я обожаю аромат у этого белого вина и вкус подается это вино к рыбе к морепродуктам к мидиям к устрицам и ну в общем на данный момент у меня вот такая вот бутылочка купила ее я в небольшом в магазинчике прямо на винном заводе который находится недалеко от Нима и очень-очень довольна уверена что вернусь еще за одной бутылочкой ну как уже стала традицией заканчиваю я ежедневное видео нашим ужином и сегодня у нас помимо традиционных колбасок которые часто готовят во Франции летом на ужин выходные дни я себе делаю вот такие вот куриные якиттори всем большое спасибо что вы были со мной сегодня и до новых встреч пока-пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...